Непонятно, вообще курить. Наоборот, видите, героиня как раз... Нет, я не предлагаю курить. Вообще это очень кинематографичный аксессуар, но вовсе я его не навязываю. Нет, я не пропагандирую курить. И меня, кстати, общество курить не финансировало. Сначала я взяла картину, а потом нам помогли бренд шампанского. Все равно это такие... Человек как бы стремится к какому саморозрушению. Жизнь это же тоже такое саморозрушение. И он применяет все допустимые снадобья. Он курит, конечно, он пьет, он слабо. А потом ему еще где-нибудь в руно могут перерезать, ударить, переехать машиной, оскорбить. Нанести душевную травму. Это просто такой перечень сопутствующих человечеству, ну да, вредных привычках. Ну а красивых вредных привычках. Насчет запирования вы ничего не сказали? Не сказали уже. Я сказала, что да, конечно, я хочу вас зашаманить. У каждого есть свой способ режиссора. Когда ты смотришь, тебя может даже это раздражать, но ты не можешь оторваться. Спасибо. Либо Марина Тимошева в радиосвободной. Марина Тимошева в радиосвободной. Ринат, а у меня два почему? Одно на рекламу, а с другой на может быть только ответить, чтобы не вам все время разговаривать. Первое почему? Почему вы называете это сказкой, если вы верите сами в реальность? Потому что я вот так вот каким-то, для меня-то это были, но все равно какие-то там есть элементы сказочные, и так вот я… Да, кстати, добро побеждает зло. Да, кстати, добро побеждает зло. Это сказка, где она зла? Нормально. Персия у артистов какая. У меня вообще артисты практически научные работники, все ужасно умные. Очень приятно еще вдвойне с ними работать. А второй вопрос, вот Маргарита Гатьевина, почему все-таки именно Маргарита? Я люблю это имя, можно я буду всех своих героиней называть Маргаритами? Да. В данном случае роль Ули Кузина, она опять Маргарита Гатьевина. Но я уважаю это имя. А что я с тобой делаю? В конце концов, я снимала свои деньги, а не перед кем не должна давать отчет. Оленька, а почему для вас это сказка, Таня, почему для вас это сказка? А я не слышу. Нажать, нажать опять. Потому что добро, там добро побеждает зло. Здесь добро побеждает зло, это сказка. А вы приехали наоборот. Таня. Хорошо. Отсюда можно? Спасибо. Ну, как так скраблюдается, что. Нам все, знаете… Сейчас, какой-то vai weird. Мы живем, все любит как хотелось бы бы, чтобы не было. А есть так, как обоDB. У Ринаты совершенно не очень, а все, я… Это умение делать, как хотелось бы, сделать, как хотелось бы, от начала и до конца, как это делалось, из чего это сделалось, из какого ссора, из каких... Ну, это правда, я могу просто поаплодировать, я вчера видела картину, я пришла, я пошла, потому что это действительно сказка, это сказка по форме, это сказка по содержанию, это сказка по исполнению, это абсолютно сказочный, и об этом можно сказать только так. Только взрослые, настоящие, серьезные люди могут об этом, о смерти, о жизни говорить вот так. Спасибо большое. Оля, какие актерские задачи перед вами стоят? Балабанов, знаете, какие стоят актерские задачи? Тут ты не дотопила, а тут ты перетопила. Я вообще не насильничала, поле замечательное. Я помню эпизод один, мы снимали, Ринат объяснил мне, что я должна делать, я стояла за стеклом, и проходит мимо человека, и что-то меня там спрашивает, а я не мог уходить. И все, и все. И я сделала как-то, все, на то разделе сделала, у меня Ринат говорит, у меня почему он такая шуровая? Я вас так поняла, потому что… Я сказала, мне надо грубить, зачем вы грубите людям за стеклом? Я вас так поняла, Ринат говорит, нет, неправильно, нужно, как ребенок. Вот просто такой импульс, на самом деле, правильный, что наш гример стояла возле камеры, смотрела, как смывается, и говорит, ой, мой, 15 лет сразу сняла. То есть очень такая точная задача на секунду была дана, благодаря которой даже мышцы моего лица сразу видоизменились. И вот много, действительно, Рината помогала какими-то, ну, совсем-совсем, не знаю, маленькими какими-то подсказками вдруг, чтобы получилось то, что нужно. Потому что, конечно, мне было сложно с самого начала понять, что от меня требуется. Мне тут тоже ушло какое-то время. Пожалуйста, девушка, действительно, пожалуйста. Добрый день. Сусанна Альпирина, Российская газета. Ринат, у меня один вопрос. Вот из фильмов Киры Уратовой, что именно у вас в фильме? Как-то вы для себя это определять? Потому что я увидела какие-то параллельные ассоциации. Кира, меня больше всего восхищает ее вот эта абсолютная дерзость. Быть вот такой. Вот даже снимать таких артистов, потому что еще много непрофессионалов. Любоваться ими. И вообще делать на какие-то ничтожные бюджеты какие-то свои замыслы. И все равно побеждать, вопреки всему. А если вы хотите сказать, что какие-то там, использую я какие-то, ну, так напрямую... Нет, я не хочу вас ничего винить. Просто у меня возникли ассоциации. Мне было интересно вас об этом спросить. У Киры она уже практически у меня мама уже. Она одесская. Жизнь, конечно, уже проникалась в нее в каком-то смысле. Мороз. И еще у меня такой вопрос. Обещали, что будет Земфира на пресс-конференции. Я не знаю, почему ее нет. Но там вот посвящение, которое в конце картины. Мне говорили, что вот это связано с Земфира. Если можно, то у меня есть такой вопрос. Ну, очень личное, очень интимное свойство. Я посвятила достаточно там близким людям, которых уже нету. Можно я не буду расшифровывать кому? Это очень так интимное. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста, Катя. Если я правильно вижу, попрошу. Да, это я попрошу. У меня информационное агентство «Интерфокс» Екатерина Барабашева. Два небольших вопроса. Я читала ваши статьи. Вы очень суровая женщина. Продолжайте. Я не знаю, я просто задумалась, это комплименты или наоборот. Нет. Но я к вам хорошо отношусь тем не менее. Спасибо большое. Жаль, тем не менее. Нет, нет, ничего страшного. Я просто хотела спросить вопрос. Да, хочу сказать, чтобы, конечно, щадили нас, потому что иногда бывает такие беспощадные рассказывания людей, которые никогда и даже ни разу не изняли ни одного кино. А знаете, как это тяжело? Снести мать кино? Да, донести с точки А в точку В, от бумаги до вот такой вот пресс-конференции. Ну, наверное, да. Наверное. 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 Я вам точно говорю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 coaster-классно. АПЛОДИСМЕНТЫ Если я буду делать свои фильмы, я хочу отвечать только за себя самому. И это насилие творческого человека, внедрять его в эти политические истории. Я, женщина из Советского Союза, мне кажется, если меня вот только вот будут тустом травить, вот тогда я, может быть, вот начну. А так, пока я могу работать, я не хочу этим заниматься. Мне это скучно. Когда я туда вхожу, политическую, мне все кажется этим. Это так все. Но мне это скучно, и это разочаровывает. Спасибо. Хочу только за себя и работать. Спасибо. Добрый день, съемочная группа. Добрый день, Рината. Я хочу выставить ряд комплиментов по поводу вашего фильма. Секундочку. Потому что фильм был такой утонченный и изысканный, что... Вот, мне просто не слух. Но, тем не менее, я хочу спросить. Вы довольны результатом того, что получилось на ваши собственные деньги? Ну, конечно, у меня не хватило денег на хороших операторов. А хотелось бы, у меня не было этого бюджета. Хотелось бы заплатить своим артистам какие-нибудь крупные, большие к нам. Я обратила внимание на то, что фильм снимала компания «Запределье». Да, вот взяли моё, в последний момент так назвали. У меня же нет никакой компании. Мне сказали, чтобы получить прокат на «Запределье», а жабысь компания. Господи, я не назвала её запределением. Но, по поводу фильма у вас есть заведение под таким же названием. Вы по заведению назвали её или как? Спасибо. А вопросы? Ну, я пытаюсь задать, меня уже сажают. Вопрос скажите. Я хотела спросить, будет ли это название дальше употребляться в всём как фильм? Я посмотрю, счастливая или она, фортовая или нет. Если фортовая, то буду. И впервые в жизни, как мне кажется, насколько я знаю, ваше творчество, у вас появляется положительный мужчина. Да, вот Коля, видите. А почему? Почему? Сухину. Сказано. Не что, вы хохотали. Но Коля, понимаете, сначала он разросся в этой картине. И вот он оказал, вообще выказал себя замечательным драматическим актёром. На самом деле роль его была не такая большая. И вот он, видите, оправдал наши ожидания на весь мужской род. Там не слишком много мужчин в ваших. Андрей Плах написал, что вообще в вашем мире мужчины чувствуют довольно... Да нет, они есть. Вы знаете, я, кстати, люблю мужчин, а что ж такое? Наоборот, их вот так мало. У нас вообще томографический перекос. Каждый на учёте. Спасибо.